В Ростовской области Трагедия на стройке. В Ростове упал кран, погибла крановщица. Путь домой. Воссоединение Крыма с Россией на Дону отметили гонкой ГТО. Надеюсь, все смогу преодолеть, все окажется в рамках моих возможностей физических. На грани вылета. Хоккеисты Ростова провалили две домашние игры полуфинальной серии. Мы создали больше моментов. Просто где-то выручил их вратарь. Гонку ГТО под названием «Путь домой» посвятили воссоединению Крыма с Россией. Патриотическую акцию организовали региональное отделение Российского союза спасателей и областной комитет по молодежной политике. В Ростовском парке авиаторов бежали и выполняли нормативы 11 студенческих команд. Надеюсь, все смогу преодолеть, все окажется в рамках моих возможностей физических. В команде должно быть не меньше трех девушек, но на историческую гонку записалось гораздо больше. Всего же на старт вышли 110 человек. Мероприятие посвящено очередной годовщине воссоединения Крыма и России. Это очень важное историческое событие в нашей стране. И молодежь активно и причастна к этому событию. Сегодняшнее мероприятие, оно прежде всего направлено на командную работу, на командный дух. Астарт! Внимание! Марш! Участники бежали больше пяти километров по пересеченной местности с препятствиями. Переправлялись через ручей по веревке, преодолевали кочки из колес и проходили в веревочную паутину. Но главная задача – сдать нормативы на золотой значок ГТО. Сейчас молодежь уже не такая, как раньше. И меньше уже спортивного в ней. Ну и как бы хочется выделяться из толпы, чтобы быть спортивным. На этапе с названием «Севастополь» мальчики поднимали гири, а девочки качали пресс. Норматив на золото – 47 раз за минуту. Практически всегда сдаётся золото. Очень редко, когда у ребят бронза. То есть он на самом деле такой мотивирующий, что сдав 2-3 норматива на золото, ребёнок сам подтягивается и старается следующий уже тоже сдать на золото. Первое место заняла команда Донского государственного технического университета. Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону. Чем занимались первые лица на Дону? Зарегистрироваться на предварительное голосование в Ростов прилетел Евгений Москвичёв, нынешний депутат Государственной Думы и Федеральной Уполномоченной Партии по проведению предварительного голосования на Дону. На заседании регионального оргкомитета «Единой России» зарегистрировано 4 участника. Партия отбирает претендентов для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы 7-го созыва от Ростовской области. Я прибыл к вам для того, чтобы сдать документы и зарегистрировать себя как кандидатом депутата Государственной Думы, идти от Ростовской области. Ещё раз скажу, мне не стыдно смотреть в глаза избирателям. Знаешь, сколько сделано за этот период времени. Ранее статус участника предварительного голосования получили 7 человек. Для всех организуют агитационные встречи. Депаты обязательны. Приём заявлений продлится до 10 апреля. Выперут кандидатов в депутаты Госдумы 22 мая. Министерство ЖКХ, Законодательное собрание и общественные организации подвели итоги первого года программы капремонта за счёт собственников жилья. Граждане активно вносили предложения по совершенствованию закона. Проблемы возникают, например, у владельцев спецсчетов в банках. Инфляция съедает проценты. Начисляют очень маленькие проценты. Меньше одного процента. В то же время эти деньги они используют для кредитования, например, коммерческих организаций. Госдума рассматривает вопрос о введении спецдепозита с более высокой процентной ставкой. Планируется изменить подход к определению минимального взноса. Будут учитываться этажность, состояние дома и стоимость работ. Главное, чтобы денег на ремонт хватило. Есть и деревянные многоквартирные дома. В частности, в Ростове. Естественно, там стоимость капитального ремонта, она несравнима со стоимостью ремонта тоже крыши в панельной девятиэтажке, где 140 квартир или 280 квартир. Диалог с общественниками помогает отладить программу. Так уже сейчас собственники домов, в которых капремонт намечен на 2017 год, могут поменять вид работы. Например, вместо крыши отремонтировать коммуникации. Заявление нужно написать до 1 апреля. Головной центр Донской компании по производству одежды и обуви «Глория Джинс» перебирается из Ростова в столицу за свежими идеями. Был еще один кандидат – Гонконг. Но экономическая нестабильность заграничный вариант отмела и привела к импортозамещению. В Ростове исчерпали все интеллектуальные ресурсы. Гонконг выходит дороже и за вдохновением отправились в Москву. Ведь 90% продаж приходится на Россию. Столичный офис станет мозговым центром «Глория Джинс». Оттуда будут управлять производством. На Дальнем Востоке, в Питере, на Волге, Урале и в Украине. А уходить с Дона даже не планировали. В Ростове останется обычный офис, а областный штаб переедет в шахты. На налоги мы собираемся платить в Ростовской области. У нас замечательные отношения. И не надо заново ничего переделывать. Покидать Украину тоже не собираются. Пусть из 6 тысяч когда-то работавших там осталось только две. Срывать планы развития донбасского бизнеса джинсовая корпорация не хочет. Ведь начиналось производство почти 30 лет назад еще в единой стране. Мы сейчас начинаем вкладывать в технологию, именно не только швейная промышленность, а в технологию всего швейной промышленности. Новые технологии, которые есть. И продолжаем компанию, американскую и немецкую, которые будут, хотим поднять производительность, наверное, в 2-3 раза. 2016 год непредсказуемый для бизнеса. Делать какие-то прогнозы гендиректор опасается. Чтобы не повышать цены, в прошлом году пришлось урезать расходы и закрыть больше ста магазинов. Избежать экономической пропасти помог и открытый в 2015-м офис в Гонконге. Он ищет новые экономические возможности. Юлия Сурикова, Сергей Решников, на Дону. Исключить антибиотики изменю. Под таким лозунгом пройдет завтра Всемирный день защиты прав потребителей. В Донской столице, как и во всем мире, обращаются к компаниям быстрого питания, которые используют большое количество антибиотиков не для лечения животных, а для ускорения их роста. Особое внимание к качеству и безопасности продукции перед Чемпионатом мира по футболу. Особый контроль и формирование реестра объектов общественного питания, которые будут в этом задействованы. На сегодняшний день их насчитывается около 5000 объектов потребительской инфраструктуры. Контролировать общепит во время Мунгиаля будут в 100-километровой зоне вокруг Ростова в 14 городах и районах области. Ростов-на-Дону. Стрела подъемного крана рухнула сегодня на стройке 9-этажного здания на площади Карла Маркса. 43-летняя крановщица погибла. От падения стрелы на проезжую часть пострадали два легковых автомобиля. Порваны линии электропередачи трамвайных путей. Слышал скрип, что стрела поворачивается. Я посмотрел наверх, смотрю, что стрела была повернута на ту сторону, в сторону театральной. А вроде ветра нету сильного, ее закинуло уже на эту сторону. Я вышел на угол, смотрю, что стрела падает и уже все. Место происшествия оцепили, провода обесточили. Работает Следственный комитет. Сегодня в Ростове впервые за время существования системы саморегулирования в строительной отрасли родственникам погибшего монтажника выплачена компенсация. Миллион рублей получила мать Станислава Азенвасера. Прошлым летом он работал на стройке в Башкирии и погиб, сорвавшись с высоты. Подрядчик, на который работал мой брат, организация, он на меня выдавал этот акт. Мы ждали, долго ждали. Потом, в ноябре месяце, либо в декабре, я уже не помню, мы узнали такой саморегулируемой организации о том, что они оказывают помощь пострадавшим. Положенные по закону деньги родственникам удалось получить только с помощью специалистов. Активное участие в восстановлении прав матери погибшего принимала Донская торгово-промышленная палата. Процедура выплаты компенсации за нанесенный вред, она весьма сложна. И за 6 лет пока не удавалось добиться того, чтобы компенсации, которые положены гражданам за нанесенный им ущерб, а также при смертельных случаях, они достигали человека. С этого случая система выплат начнет работать, считают эксперты. В прошлом году на российских стройках погибли 374 человека, но ни одна семья выплату из компенсационного фонда не получила. Юности и красоты для победы в типичном модельном конкурсе вполне достаточно. Ростовчанка-2016 должна еще и уметь танцевать вальс, петь, но главное – иметь желание что-то сделать для родного города. В Донской столице выбрали самую обаятельную и патриотичную старшеклассницу. Стать врачом, журналистом, краеведом, судьей и психологом МЧС – мечты финалисток этого конкурса красоты. Интересно, что никто не хочет стать моделью или актрисой. Цель каждой – приносить пользу и вписать свое имя в историю Ростова. Дорогие ростовчане, нам посчастливилось стать жителями прекрасной донской земли города Ростова-на-Дону. И я горжусь тем, что живу в самом живописном районе этого города. Два месяца старшеклассницы занимались вокалом, хореографией и сценической речью. Эмоции переполняют. Девушки представляют не только школу, но и весь родной район. Борьба за кубок началась задолго до финального балла. Отбор из 70 старшеклассниц прошли только 8. И вот победительницей стало... Ученица 11 класса, лицей номер 58. А-а-а! А-а-а! Одна мечта Вероники уже сбылась. Теперь на очереди более серьезные задачи. Поступить в университет и стать учителем истории. Очень много впечатлений, безумно яркие эмоции. Я очень счастлива совмещать подготовку к ЕГЭ и подготовку к этому конкурсу было очень сложно. Всем финалисткам инициатор конкурса, градоначальник, вручил кубки, дипломы лауреатов и ценные подарки. Галина Горлова, Сергей Вишняков, на Дону. Массовые зарядки станут проходить с завтрашнего дня во всех районах Ростова. Семи до десяти утра. Причем инструкторами станут известные спортсмены. Какие упражнения стоит делать на массовых зарядках? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Приседания и бег на месте. Самое замечательное. Может бег массовый. Вот за ростовское кольцо вернули и хорошо. Вполне достаточно. Приседания какие-нибудь, прыжки, еще что-нибудь, отжимания. А проводить сейчас нет, не стоит. Холодно. В Ростове погода, вы сами видите, какая прекрасная. А во-вторых, это слишком напряженно. Не выйдет, по-моему. Ну, можно так сделать. Так. Разминку. Потянуться. Что еще делать? Ну, начиная с головы и до ног. Наверное, самую обычную зарядку. Руки, ноги, движения. Можно даже, я не знаю, беговые дорожки сделать. Прошлым летом по Пушкинской собирались люди и бегали. Это очень здорово. Я бы хотела. Спорт же это главное в жизни, правильно? Еще бросили курить. Встать в строй. Второй этап военно-патриотической акции провели в Донской столице. Первый был 23 февраля. Главная цель – убедить молодежь не бояться службы в армии. В доме офицеров призывники смогли пообщаться с ветеранами Великой Отечественной, увидеть фотокартины с мест боевых событий и послушать концерт военнослужащих его. Надо отслужить, чтобы почувствовать, как это стать настоящим мужиком, что отдал честь Родине, как и положено. То есть прошел через это, попробовал. Я же люблю разные бригады. У нас вот с парашютом прыгают, там стреляют, ездят. Мы хотели бы провести такой откровенный разговор, чтобы ветераны, служащие Южного военного округа, поделились с ребятами своим опытом, ответили на вопросы, пообщались. Для того, чтобы ребятам стало более понятно, что такое служба в вооруженных силах. Лучших военнослужащих Игорь Гуськов наградил благодарственными письмами губернатора. В шахтах у кадетов патриотический урок. 12 евреев, расстрелы красноармейцев, подвиги людей во время фашистской оккупации. Поговорить о войне и героизме подростки приглашают ветеранов и журналистов. Мы рады приветствовать вас в кадетском конкурсе. Спасибо большое. Спасибо. Растите хорошими, настоящими. Шахтинский казачий кадетский корпус имени Бакланова открыт для почетных гостей. Сегодня приехала журналист, вдова доктора наук Владислава Смирнова Елена Смирнова. К казачаток встречи подготовились. Прочитали книгу профессора об оккупации Ростовской области в Великую Отечественную. Сделали выводы и подготовили свою презентацию. В наших жилах течет их кровь, в наших сердцах живет память об их подвигах. Мы продолжатели их рода, а значит их доблести, отваги и мужества. Если будут такие ребята стоять на ключевых постах в нашей стране, неважно, ключ это или от местного самоуправления, или это от президентского дворца, то тогда будет народу жить лучше. Департамент по делам казачества совместно с областным правительством проводит патриотические уроки во всех учебных заведениях Дона. Это возможность детям, кадетам, повстречаться с уникальными людьми, которые проживают на территории Ростовской области, обладают уникальными познаниями в области краеведения, патриотической работы, истории Донского края, Ростова, Ростовской области. Встречаться с писателями, краеведами, ветеранами в казачьих корпусах будут в течение всего года. Сергей Мирошниченко, Юрий Санкин, Надону. В шахтах установили памятник убитому мэру Сергею Пономаренко. После этой скульптуры в полный рост почти 2 метра. За первые полгода своего правления городоначальник навел на улицах шахт чистоту, за что жители до сих пор вспоминают его добрым словом. О других событиях области сообщение с мест. В Матвеево-Курганском районе с момента установления таможенного терминала большегрузы стали разворачиваться и стоять в неположенном месте, а именно на интернациональной и каштановой улицах около жилых домов. Мусора полно и все это здесь. И здесь вот они все разломали. Они становятся, они вчера как застряла фура, они ее фурой вытягивали. Тяжелые машины продавили колею на дороге, которую люди засыпают щебнем собственноручно и за свой счет. Жители Матвеево-Кургана обратились в районную и поселковую администрации. Просят хотя бы упорядочить ситуацию дорожными знаками. Хотя лучшим вариантом считают ограничительную арку. В плавательном бассейне «Старт» в Новошахтинске провели соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 24 семьи доказывали, кто сильнее и быстрее. В первую очередь это для сплочения нашей семьи, наших детей с родителями. Во вторую, конечно, это оздоровление, развлекательное мероприятие у нас. Первая эстафета – заплыв с мячами на скорость и ловкость. Во второй нужно скорее переправить ребенка на другой берег на матрасе. Третья называлась «Ловцы с жемчугом». Собирали предметы со дна. И четвертая – просто кто быстрее. Лучшей стала семья Синяпкиных. Она победила в первых трех эстафетах. А последнюю выиграли Тумановы. Если блины, то с начинкой из раков. Если кукла, то некрасовская. Если языческий праздник, то непременно в казачьих нарядах. Колоритная широкая масленица шестой год празднуется в станице Старочеркасской. Специально к масленице преподаватель декоративно-прикладного искусства Андрей Куксин сделал некрасовскую куклу. Захотелось чего-то яркого, пестрого. История казаков-некрасовцев еще ярче наряда. После подавления восстания 1708 года под предводительством Кондратья Булавина, когда казаки вступились за беглых крестьян, его активные участники вместе с атаманом Игнатом Некрасовым ушли в Османскую империю. Вернуться обещали только когда царя не будет. И вернулись в 1960-х уже в Советский Союз. Даже у нее в костюме вот эти балканские мотивы яркие и пестрые. Традиционные манисты. Она стилизована под монету 705 года Петровскую. Здесь написано «Монета добрая, цена рубль». Некрасовская кукла обошла конкуренток и получила титул «Масленицы-2016». С каждым годом все новые конкурсы появляются, очень много новаций. Я хочу сказать, более 50 областных коллективов сегодня принимают участие в этом конкурсе и в этом фестивале. Это областные казачьи коллективы. Фавориты конкурса «Всем блинам блин» раки. Сарочеркасский стол привнес в традиционное блюдо «Донской колорит». А настроение гостям создавали песнями, сказками, подушечными боями. Пляс и хочется спеть. Ой, при лужке, при лужке, при широком поле. Попробовать одну из масленичных забав хождения на ходулях мог любой желающий. Но на длинных ногах и один шаг проблема. Ну что, шагать будем, казак? Отпускай меня. Отпускай его. Отдыхай, кто может. Погулять на казачью масленицу в этот раз приехало больше 20 тысяч человек. Один из них, внук Михаила Шолохова, считает увиденное уникальным. Масленицу на таком уровне никто не празднует, конечно, в музее. Олеся Снынько, Юрий Бабенко, «На Дону». На этом конкурсе оценивают чистоту голоса и сценический образ. В региональный этап Всероссийского фестиваля «Поют дети России» вышел 31 коллектив со всей области. За место на главной сцене боролись 309 школьных хоров. Фестиваль проводится по четырем категориям участников. Для школьных хоров, детей начальных и средних классов, для старшеклассников. Есть среди участников школьные хоры мальчиков и юношей и народные школьные коллективы. Победители сразятся песнями с другими регионами Южного федерального округа. И, возможно, попадут в финал. Он пройдет осенью в Международном центре «Артек». Спорт на Дону. Футбольный Ростов вышел на первое место чемпионата страны. Обыграв дома лидера ЦСКА 2-0, наш клуб догнал его по очкам, но опередил по личным встречам. Следующий матч в пятницу в Перми с идущим десятым Амкаром. К слову, гол-шедевр удалось забросить от гонболистки Ростов-Дона и сборной России Анни Сень. Такие мячи в гонболе – большая редкость. Время первого тайма истекло. Оставалось право на штрафной бросок через стену из своей команды. И Анна попала в девятку. Также в матче отборочного турнира к чемпионату Европы с Данией отличились Владлена Бобровникова, дважды Екатерина Ильина и трижды Майя Петрова. Сборная России обыграла датчанок в их зале 24-22. И обеспечила себе выход из группы с первого места. Теперь у сборной еще более важное испытание. В пятницу в Астрахани стартует отборная Олимпиаду. Из четырех команд России, Польши, Швеции и Мексики в Рио поедут только две. Хоккейный Ростов, уверенно занявший первое место в регулярном чемпионате, имеет все шансы вылететь в первом же раунде плей-офф. На домашнем льду наших игроков дважды огорчил не блиставший до этого Славутич. Хоккейный бум игр на вылет докатился до Южной столицы. В полуфинале судьба свела наш клуб со Славутичем. О своих серьезных намерениях клуб из Смоленска заявил уже на второй минуте. Максим Епишин с легкостью отправил шайбу в ворота Николая Зубцова. Правда, радовались гости недолго. Андрей Леонов мастерски замыкает передачу Кирилла Обозина 1-1. Окрыленные успехом «Кондоры» рвут оборону соперника. Владислав Туник мощным броском выводит свою команду вперед. Но до перерыва гости дважды зажигают красный свет за воротами Зубцова. У них залетело все, у нас не залетело. Я считаю, что мы создали больше моментов. Просто где-то выручил их вратарь. Ну а так, я считаю, все закономерно. Второй период становится для Ростова провальным. На четыре шайбы Славутича «Кондоры» отвечают лишь одной. А в самом начале третьего отрезка на табло загорается 3-8. 45-я минута матча становится переломной для дружины Григория Пантелеева. Ростовские хоккеисты полностью доминируют на площадке. Поочередно Иван Акимов, Леонид Козлов и Станислав Цицаров зажигают красный свет за воротами Славутича. Но этого недостаточно. Ростов проиграл 6-8. Хотя, в принципе, в конце мне понравилось, что пацаны руки все-таки не опустили, бились до конца. И был шанс зацепиться, в принципе. Чуть поудачнее. Сыграю, забей. Не знаю, как пошло бы еще. Шайбу! Шайбу! И во второй встрече ростовчане не смогли сломить сопротивление Славутича, уступив 2-3. Теперь команды переезжают в Смоленск. И в серии до трех побед Ростову проигрывать больше нельзя. Роман Саганов, Юрий Санкин. На Дону. Программа «Поговорите с доктором» возвращается с телевизионного больничного. Выходить в эфир она будет по понедельникам. Сегодня в 20 часов 30 минут на все ваши вопросы ответит консультант по грудному вскармливанию, врач-терапевт, перенатальный психолог Татьяна Лебедева. Звоните в студию по телефону 200 ровно 25 15. В 23 30 смотрите повтор программы. Завтра на Дону день профориентации молодежи «Сделай свой выбор». В вузах «Дни открытых дверей» подробную информацию о месте и времени можно узнать в центрах занятости населения. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи на Дону. Одежда ведущему предоставлена магазином «Пьер Корден».